Айгуль Стамбекова Стой! Кто едет? На въезде в Текили установлен санитарный пост. Не спрятаться, не скрыться. Еще одна современная ПЦР-лаборатория для быстрого выявления COVID-19 открылась в Алматинской области. Чем богаты? Мониторинговая группа объехала аптечные склады на предмет наличия самых востребованных препаратов. Ситуация заболеваемости COVID-19 стабилизировалась в Казахстане на уровне 1700-1800 человек в сутки. Социальная выплата по потере дохода в размере 42 500 тенге будет выплачиваться с продлением ограничительных мероприятий до 2 августа текущего года. Эти и другие темы обсуждались по исполнению поручений президента страны во время заседания правительства под председательством премьер-министра Казахстана Оскара Мамина. По словам министра здравоохранения, для дальнейшей стабилизации эпидситуации проводится мониторинг эффективности мероприятий в регионах, направленных на борьбу с COVID-19. Он проводится по 17 инвекторам. В их числе входят охват населения тестами, обеспеченность инфекционных и провизорных больниц кислородными концентраторами, рентгенаппаратами и компьютерными томографами и другое. Для решения вопроса дефицита кадров Министерством здравоохранения и региона в регионы распределены наиболее востребованные выпускники медицинских учебных заведений. 88 анестезиологов, 26 инфекционистов и 7 пульмонологов. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую обстановку, вносено предложение обучения школьников первой четверти нового учебного года вести, как и весной, дистанционно. Исключение составит лишь малокомплектные учебные заведения. В настоящее время в Республике Казахстан зарегистрировано около 60 тысяч случаев заболеваемости коронавирусной инфекции, в том числе более 1700 детей. В период карантина роль детей передачи инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы, а также вовлечении детей, передаче инфекции в обществе. Студенты колледжей и университетов Казахстана также начнут новый учебный год дистанционно. Решение это связано с тем, что в стране сохраняется высокий риск заражения коронавирусом. Традиционный формат оставят, но он будет проходить по индивидуальному графику, при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для обучающихся первых и последних курсов. В традиционном режиме могут начать учебный год колледжи, расположенные в отдаленных сельских пунктах, при условии, что там будет соответствующая благоприятная эпидемиологическая ситуация, заявил министр образования Казахстана Аскат Аймагамбетов. По высшему образованию обучение будет организовано также в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику, для лабораторных работ, для докторантуры, для производственного обучения, профессиональной практики. С 20 июля казахстанские учителя будут проходить онлайн-курсы по основам киберпедагогики и методологии обучения в дистанционном формате. По словам министра образования Асхата Аймагамбетова, выступившего на площадке службы центральных коммуникаций для обучения детей в дистанционном формате, педагоги должны уметь работать с IT-технологиями в виде интернет-платформ. Для этого в рамках подготовленных курсов учителям будет предоставлена возможность обучения и повышения своей квалификации в этом направлении. Вторая часть программы обучения состоит из вопросов изучения киберпедагогики и методологии обучения. Также во время брифинга рассказали о том, какие учебные заведения смогут вести обучение в традиционном формате. Исключение могут получить колледжи в отдаленных районах с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Точный перечим будет известен позже. Традиционный формат предусмотрен по индивидуальному графику в колледжах для производственного обучения. Профессиональные практики в основном для обучающихся первого и последнего курсов. У нас есть видение по тому, как переходить в дальнейшем к традиционному формату обучения. Это тоже очень важно. Поэтому мы видим, что сейчас, когда красный уровень заболеваемости идет, мы считаем, что очень важно обучение именно организовать в дистанционном формате. Дальше, когда у нас уже будет оранжевый уровень, желтый уровень, зеленый уровень, соответственно, у нас несколько есть вариантов. И поэтапное будет уже возвращение и поэтапный переход между этими вариантами. С 17 июля казахстанцы вновь смогут подавать заявки на получение господдержки в 42 500 тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Бержан Нурымбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций. Глава ведомства рассказал, что с 17 июля все порталы будут готовы принимать заявки по выплате социального пособия. В ближайшее время они планируют доработать все правила предоставления выплат. Деньги казахстанцам начнут выдавать с 20 июля. Получать единовременную выплату, как и во время ЧП, будут казахстанцы, лишившиеся дохода. Это самозанятые ИП и наемные рабочие. Бержан Нурымбетов также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП не обязательно. В предстоящие двое суток мы завершим разработку соответствующих правил согласования с государственными органами и регистрацию в Министерстве юстиции. Одновременно мы с Министерством цифрового развития приведем соответствие информационной системы и протестируем соответствие новыми правилами. И по времени мы приложим все усилия за эти дни, чтобы в пятницу все порталы для приема заявок были открыты. А с понедельника, с 20 июля мы начнем процедуры назначения этих социальных выплат. Поэтому заявки начнем принимать с пятницы. Будь готов. В случае усугубления эпидемиологической ситуации медицинским учреждениям Алматинской области дополнительно могут потребоваться аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. Решение по вопросу уже принято. Заместитель Акимобласти еще раз промониторил обстановку разреза районов и городов. Наш корреспондент Ануар Магельдинов узнал о мерах, предпринимаемых на опережение ситуации. Сейчас система здравоохранения ЖИТСУ переживает нелегкий период. Ежедневно в больницы Алматинской области поступают зараженные с диагнозом COVID-19. По региону на сегодня числится более 3200 заболевших коронавирусом. 79 из них зарегистрированы за минувшие сутки. Дополнительной нагрузкой для медперсонала стал и рост заболеваемости пневмонией. Провизоры у нас сегодня 86% загруженность. По некоторым районам у нас загруженность составляет больше 100%. Я могу сразу, коротко объявить те районы, у которых уже перегруз идет. Это в первую очередь, конечно, областная больница города Талдыкурган. Аксуйская центральная районная больница 100% загруженность. Коксуйская центральная больница 100%, Карасайская центральная 109%, Ескельдинская 120% и Раймбекская. Надо расширять койко-места. Возможность увеличивать у вас есть. Исходите из тех, в первую очередь, медорганизаций, которые сейчас действуют. Если там уже не позволяет возможность, есть в сельских округах сельские врачебные амбулатории, сельские больницы, которых можно там разворачивать уже. Немалые сложности в системе здравоохранения региона возникают из-за дефицита кадров. Заместитель Акималматинской области поручил руководителям больниц всеми возможными путями привлекать выпускников медицинских вузов. Для мотивации молодых специалистов им нужно обеспечить условия. Особый акцент на заседании сделан и касательно оснащения медицинских организаций необходимым оборудованием. С резерва области выделено более 600 миллионов тенген, а приобретение сегодня 50 ИВЛ. Поставка уже идет. В ближайшее время эти ИВЛ тоже будут распределены по регионам. Также с местного бюджета дополнительно мы закупаем 100 ИВЛ. Чтобы не доводить ситуацию до критического состояния, заместитель Акималматинской области поручил проработать вопрос оснащения больниц с предпринимателями региона. Уже сейчас на призыв властей откликнулись меценаты Талдукургана и Алакольского района. С целью снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в предстоящие выходные на территории ЖИТСУ вновь ведут локдаун. Проводимое мероприятие уже дало свой эффект, заявляет в областном Акимате. В последнее время в стране наблюдается ажиотаж с антибиотиками широкого спектра, жаропонижающими и противовыресными препаратами. Коснулась волна и Алматинской области, в связи с чем руководство региона заключило некоторые соглашения с аптечными предприятиями о поставке дополнительного объема самых необходимых лекарств. Сегодня мониторинговая группа ознакомилась с ситуацией. Евгения Присяжина была на местах. 2 июля этого года между госорганами и фармацевтами Алматинской области был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому аптечные точки региона должны удерживать стабильные цены на 60 видов наиболее востребованных лекарственных средств. В их число входят антибиотики, средства защиты, антивирусные жаропонижающие препараты. Еще в начале месяца специальная мониторинговая группа выявила во многих аптеках Талдыкургана дефицит ряда лекарств. Сегодня спецгруппа во главе с заместителем Акима Алматинской области проинспектировала аптечные склады областного центра на предмет наличия необходимых медикаментов. Поставки у нас идут по графику еженедельно, один раз в пятницу. При большой потребности, при появлении на головном складе каких-то препаратов мы отправляем свой транспорт и привозим. Как только мы получаем товар, аптеки все информированы, мы по их заявке формируем товар и на своем транспорте стараемся максимально короткие сроки развести. Цены у нас регулируются государством. Есть приказ Министерства здравоохранения. Большой груз ложится и на представителя Палматинской области ТО СК «Формация» единого поставщика лекарственных средств. Как отметили члены мониторинговой группы, буквально недавно здесь был завоз новой партии медикаментов. Сегодня мы видим, что привезли, разгружают. Сейчас они моментально будут развозиться по районам, районным больницам и областным больницам тоже. По поручению Акима области с местного бюджета дополнительно выделено 500 миллионов тенге из местного бюджета для приобретения лекарственных средств, которые будут также распределены по больницам и поликлиникам. Кроме этого, на 50 миллионов тенге в ближайшее время планируется закуп противовирусных лекарств, которые будут распределены бесплатно для людей с группы риска. Специальная группа регулярный мониторинг ведет с 12 июля. За несколько дней было проверено более 140 объектов. К административной ответственности за повышение цен на социально значимые лекарственные средства привлечены 6 владельцев аптек. Хочу предупредить, что если будут нами изоблечены установленные необоснованные завышения цен на первые необходимые медикаменты, будут жесткие меры приниматься, вплоть до лишения лицензии. В настоящее время в Талдыкургане функционируют три фармацевтических склада, откуда происходит оптовое обеспечение препаратами медицинского назначения аптеки Скальдинского, Коксузского, Каратальского, Аксузского и других районов Талдыкурганского региона Алматинской области. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. По поручению Акима области, сегодня на въезде в моногород Текили вновь установлен санитарный пост. Ответственные лица будут проверять температуру тела у проезжающих, а каждое авто будет обрабатываться дезинфекторами. Причина кардинальной меры – недоработка некоторых ответственных лиц в самом городе и больнице Текили. Это привело к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, комментируют специалисты. Также масштабная дезинфекция будет проводиться на спортивных площадках, дворовых территориях, улицах. Отметим, въезд и выезд в Текили открыт, но власти рекомендуют без необходимых причин не выходить из дома и соблюдать все предписанные санитарные нормы. С одной стороны, хотим уточнить, особенно вот эти выходные дни, праздничные дни, в город Текили приезжает очень много гостей, туристов, отдыхающих, которые прямо по городу, по Кунаю, вверх поднимаются в сторону гор, располагаются, поляну накрывают, отдыхают. Но многие из них в результате заболевают. И поэтому хотим предотвратить и заодно узнать сейчас, тем более с 5 июля усиленный карантинный режим, тем более до конца июля будет. Еще продлили на 2 недели. Поэтому мы хотим как бы обезопасить наших жителей города Текили. Продолжаем выпуск. От чистого сердца. 7 тысяч зондов для проведения ПЦР-анализов получило общество Красного полумесяца Алматинской области. Груз со столь необходимыми в нынешнее время медицинскими инструментами прибыл из Германии. Спонсором покупки средств для проведения диагностики выступила компания «Кока-Кола». На приобретение выделено более 340 тысяч тенге. На данный момент зонды с тампонами представители Красного полумесяца передали региональному департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг. Те, в свою очередь, направят медицинские инструменты в областной национальный центр экспертизы. На следующей неделе общество ожидает поступления 7 тысяч единиц реагентов для проведения ПЦР-анализов. Материалы также должны прибыть из Германии. Кроме медицинских средств, Красный полумесяц. оказывают продовольственную поддержку. Социальные корзины с товарами первой необходимости раздаются нуждающимся. Буквально на той неделе мы закончили разводку продуктов на 400 человек, которые тоже предоставила компания «Кока-Кола». На этой неделе мы закупили продукты на 160 человек от компании «Маккензи». Мы их распределяем по районам, которые, ну, ближайшие районы города Тал-де-Курган. Это получили Текели, Каратальский район, Коксусский район, ну и еще сейчас и Скельдинский, и другие районы подъедут. Мы им будем распределять эти продукты. Еще одна ПЦР-лаборатория открылась в Алматинской области. Современное ее оснащение позволяет выявить коронавирусную инфекцию менее чем за 10 часов. На начальных этапах здесь проводят до 700 тестов на COVID-19 в сутки. Помимо коронавируса, анализаторы лаборатории могут определить половые инфекции, вирусы и гепатиты. По мнению экспертов, техника станет незаменимым помощником в борьбе с коронавирусом. Напомним, всего в Алматинской области имеются 7 таких ПЦР-лабораторий. 5 из них находятся в районах под Алматой и 2 в областном центре. Мы выполняем анализы как на платной, так и на бесплатной основе. Всем желающим с нами работает большинство медицинских организаций области, которые в основном направляют нам в рамках гарантированного объема. Чтобы получить на платной основе, пациенты должны зарегистрироваться на нашем сайте, подать электронную заявку, после чего наш оператор связывается, уточняет время, возможность выполнения забора и, соответственно, означает дату забора. Лекарств на 7 миллионов тенге хотели незаконно вывезти из Казахстана. Медикаменты были изъяты сотрудниками областного департамента экономических расследований на трассе Алматы-Бишкек. Как стало ясно, подозреваемые хотели вывезти препарат азитромицин. По данному факту возбуждено уголовное дело и передано в суд. Стоит отметить, сотрудники департамента экономических расследований на постоянной основе пресекают нелегальный вывоз лекарств. На сегодняшний день они провели более 20 рейдов и проверок аптек. По их итогам в 7 из них необоснованно повысили цены. В связи с этим составлены соответствующие протоколы и дело направлено для дальнейшего рассмотрения в департамент контроля фарм. Продолжаем выпуск. Комитет по финансовому мониторингу продолжает масштабную работу по выявлению и пресечению правонарушений при реализации лекарственных средств. Так, в Шумкенте задержали еще одного перекупщика препаратов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной реализации лекарственных средств ингайверин на общую сумму 150 тысяч тенге. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, сообщают в комитете. 110 кустов марихуаны изъяли полицейские у 59-летнего жителя Жамбылской области. Выявить то, что мужчина незаконно выращивает растения, удалось в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия КАРАСОРА-2020. Подозреваемый дал признательные показания. На данный момент ведется досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Казахстан вошел в топ-20 самых дешевых стран по доступности жизни, согласно рейтингу ресурса Намбео. Из 135 стран мира наша республика оказалась на 116 месте. Список был составлен на основе цен на товары и услуги потребительской корзины за определенный период времени. Сюда включена стоимость продовольственных товаров, цены в ресторанах, расходы на транспорт и коммунальные услуги. Первое место в рейтинге заняли Бермудские острова. В топ-5 попали Швейцария, Норвегия, Исландия и Япония. Создание пробной вакцины от коронавируса в России анонсировали ученые. Первая партия, возможно, поступит уже в августе этого года. Об этом не только в сводке международных событий. Первая российская вакцина от коронавируса может поступить в больницы уже в августе. Разработанный лучшими российскими учеными препарат успешно завершил первую фазу испытаний. Проверки проводили в двух крупных московских больницах. В случае успеха на дальнейших этапах развернуть массовое производство рассчитывают в сентябре. Минздраве обещают, что прививка будет добровольной. По словам ученых, препарат хорошо себя показал. И в будущем он может спасти тысячи, а то и миллионы жизней по всему миру. Бедственное положение. В ЮАР число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за минувшие две недели удвоилось и достигло 250 тысяч. Это самый высокий показатель в Африке. С понедельника в стране вновь вводится комендантский час. Запрет на продажу алкоголя и обязательное ношение масок. Однако общенациональный карантин решили не вводить. По мнению власти, это не поможет справиться с вирусом, но нанесет непоправимый ущерб экономике. В результате крупного пожара на борту корабля ВМС США, пришвартованного на военной базе в Сан-Диего, пострадал по меньшей мере 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц. Раненые, доставленные в больницу, их жизням ничего не угрожает. На борту десантно-штурмового корабля «Бенхам Ричард» в момент пожара находились около 200 человек. Пожарные не исключают, что возгорание могло возникнуть на стапель палуби, принадначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. По словам властей, пожару предшествовал взрыв. Его причины выясняются. Судно проходило на базе в Сан-Диего плановое техническое обслуживание. Обзор зарубежных новостей подготовил Дамир Анита по материалам интернет-ресурсов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.